День народного единства как символ исторической памяти. Диалоговая площадка под таким названием прошла на базе поликлиники номер 5 города Бреста. Представители администрации Московского района и Белорусского республиканского союза молодежи, учащиеся в учреждении образования города, собрались, чтобы разобраться в событиях прошлого и поделиться мнениями. Год исторической памяти ставят перед разными, по крайней мере, свои задачи. И вот молодежь, от них зависит будущее нашей страны, развитие экономическое, интеллектуальное развитие, сохранение тех традиций. Важно чтить и помнить свою историю, чтобы не осталось никаких недоговоренностей, потому что когда есть все понятно, доступно, раскрыто, меньше вопросов возникает. Мы должны сделать все, чтобы молодые белорусы, белорусы в целом сказали нет фальсификаторам от истории, желающим пересмотреть итоги Второй мировой войны, итоги Великой Отечественной войны. И в этом смысле подобная встреча, подобная диалоговая площадка – очень важный шаг в направлении просвещения нашей молодежи. Собравшиеся молодежи рассказали об истоках возникновения праздника Дня народного единства, его неразрывной связи со всем белорусским народом и о том, что его объединяет с нашим родным городом. В городе Бресте есть и памятное место возле парка Первого мая, которое посвящено этим событиям, скажем так, названа улица 17 сентября, которое посвящено именно событиям воссоединения Западной и Восточной Белоруссии. И, конечно же, мы прививаем молодежи, молодежи точнее, то, чтобы они об этом помнили. Сегодня, когда есть попытки переписать историю, важно не бояться назвать вещи своими именами, показывать то, что происходит и объяснять причины происходящего. Стоит помнить, что не ведя честный и открытый диалог с молодежью сегодня, мы рискуем, что завтра эту возможность использует кто-то другой. Я считаю, что это очень важно, что мы встречаемся накануне такого хорошего праздника, который позволяет узнать о корнях традиции белорусского народа, о его единстве и о его исторической памяти. Каждый, кто считает себя белорусом, он должен, не важно, какого он поколения, он должен всегда ценить, уважать и знать свою историю. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, телекомпания Буктова.